У меня к вам несколько вопросов. Назовите несколько наиболее острых проблем, связанных с работой по противодействию пандемии. Назовите эти проблемы и что вы намерены делать? Или что мы вместе должны сделать? То, что вы рассказали, это хорошо. В известной степени такая информация уже доводилась по той работе, которая проведена. На чем акцентировать внимание сегодня и завтра? Ну, как я сказал, первый, самый главный вопрос, это кадровый вопрос. Вот у нас здесь есть определенные проблемы, но тем не менее, в рамках целевой ведомственной программы у нас завершает обучение в клинической ординатуре несколько наших специалистов. Вот именно по специальности реаниматология, инфекционные болезни, это 4 человека. Когда они к нам вернутся? Они вернутся по окончании ординатуры, но это будет не раньше июня месяца, а мая-июня. Наши договоренности, которые выполнялись, в соответствии с которыми к нам приезжали бригады врачей с Российской Федерации, как с этим обстоит дело? После отъезда последней бригады 22 декабря, ну, соответственно, мы вновь обратились от Министерства здравоохранения России, лично министру. Мы знаем, что это письмо находится у него на рассмотрении, но пока решение никакого не принято по этому вопросу. Проблема с их слов заключается в том, что в России в этот период, в декабре, в начале января, был значительный всплеск заболевания. Огромное количество пациентов, ну и у них тоже есть дефицит кадров. И поэтому они как-то пока воздержались. Но я думаю, что этот вопрос будет все-таки решен. Давайте сделаем таким образом, поступим. Вы сказали, что у них всплеск в декабре, у наших соседей в январе. До конца недели вы узнаете, какие перспективы для решения данной проблемы. Если на вашем уровне вопрос не будет решен, будет подключаться правительство или я. В понедельник проинформируйте о том, как обстоят дела с этой проблемой. Договорились? Что еще? Ну, есть доктора, которые готовы работать и на контрактной основе, но мы пока этот вариант не рассматриваем, потому что там слишком высокие суммы, зарплат, и таких возможностей, к сожалению, у нас нет. Кстати, по поводу заработных плат. У нас, как обстоят дела, с ежемесячными доплатами врачам COVID-центра. Мы выполняем обязательства, которые перед собой взяли или нет? Все обязательства по 2020 году выполнены, Аслан Георгиевич. Сейчас подготавливается заявка расчеты за январь месяц. Это по надбавкам. Какая сумма денег была выделена на доплату врачам за прошлый год? Ежемесячно это более 3,5 миллионов рублей. 56 миллионов в стране. 56 миллионов это на что? На доплаты? На доплаты? Только на доплату врачам. А приеме как? 56 миллионов рублей. По всей стране? По всей стране, да. Очень хорошо. Понятно. Что у нас с военным госпиталем Министерства обороны Российской Федерации? Когда заканчивается срок их пребывания? И есть ли у нас возможность пробить? И что мы сделали для того, чтобы пробить? На днях послушаем гадание о снятии первого года, когда мы решали, что мы решали, что мы решали остановиться на дом. Сколько здесь местных домов? 15 февраля их командировка заканчивается. То же самое надо сделать вам. Выходить на Министерство обороны, на руководство, как это вы сделали в прошлый раз, просить. Если этого не будет достаточно, будем подключаться мы. Договорились? Все. Пятницы доложите. У вас срок до пятницы. Все. Что еще? Ну, соответственно, проблем с питательственным обеспечением и насходниками у нас нет, поскольку у Министерства финансов практически в приоритетном порядке обеспечивают здравоохранение. Есть определенные позиции, конечно, которые дефицит, но здесь у нас сложности. В связи с тем, что многие препараты, эти структуры и эти процессы, эти газы, они действительно невозможно. Но мы сейчас изыскиваем такую возможность, в том числе и дефицит, и других государств, на кем он предотвращается в оставленных базах. Кроме того, у нас есть, как соответствующие указания, мы намерены включить ряд препаратов, которые используются для вирусной инфекции, поскольку данный вирус в феврале месяце он не завершается, так же, как и сезонные и сезонные заболевания, в перечне, если на варь, или на вирус в феврале месяце, что позволит соответствующим образом реализовывать в отечной сети, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. Томас Бурнович, вот по поводу обеспечения лекарственными препаратами. Не скажу, что это носит массовый характер, но достаточно часто поступают жалобы о том, что некоторых препаратов не хватает, а по некоторым препаратам якобы имеют место злоупотребление. Попытка некоторых нечистоплотных работников на этом нагреть руки. Скажу так, вам надо посмотреть внимательно, как дела обстоят в этом направлении, и взаимодействовать с Министерством внутренних дел. Наверное, вот такого рода жалобы, они имеют основания под собой. Надо бы эту информацию проверить, хорошо? И в этом причине никого жалеть не надо. Министр внутренних дел, у вас там подразделение есть, БХСС? Да. Значит, надо будет посмотреть, как вообще у нас поставлена работа с обеспечением лекарственными препаратами. По какой цене происходит запах этих препаратов? По какой цене они реализуются? Насколько поставлена правильная работа по распределению гуманитарной помощи? Потому что, возможно, кто-то хочет на ровном месте придумать проблему. Возможно, есть все-таки злоупотребление. Надо посмотреть, внимательно посмотреть. А если вы хорошенечко поработаете в этом направлении, я думаю, жалоб будет меньше. Договорились? Да, в долгий ящик откладывать не надо. Мы как-то на эту тему с вами говорили, потом, видимо, вы забыли об этом. Я про это не забыл. Давайте посмотрите внимательно. На следующей неделе, в конце недели, в следующей, какую-то информацию уже подготовьте. Ладно? Используйте и гласные, и негласные методы. Хорошо? Договорились? Спасибо большое, советую вас. Что еще, Дамаз Мурманович? Ну, понятно, после разговора с министром внутренних дел обычно настроение портится. Это нормально. Дамаз Мурманович, и еще один вопрос по вакцинации. Мы документ, наконец-то, и направили, да, там, с пятой попытки, правильно? Вот. А если нам помогут, мы готовы все это освоить, в сроке реализовать и так далее, там проблем не будет. Проблем с хранением, с применением не будет. Хорошо. У вас все? Да. В плане послаблений поподробнее, пожалуйста, ваши рекомендации. Потому как сохранение учебного года, проблема образования с учетом пандемии, это то, что серьезным образом волнует нашу общественность. И здесь мы попытаемся учесть рекомендации вашей службы и пожелания учащихся и их родителей. Вы кое-что уже озвучили. Вы сказали, что возможно дать старт детским и даже школьным учреждениям. Я правильно вас понял? С оговорками. Значит, постепенно запускать школы, тоже с оговорками. Все это у вас в виде конкретных предложений готово? Уже даны какие-то рекомендации, есть разработки, есть наработки. Естественно, я просто не готовила такой расширенный доклад для того, чтобы не озвучивать. Он довольно-таки длительный. Там очень много пунктов, которые будут решены в рабочем порядке. Хотел бы поинтересоваться, по итогам вашей встречи и с министром образования, и с теми руководителями, которые будут обеспечивать реализацию ограничительных мер. Единое понимание есть? Единые подходы выработаны? Да, конечно, выработаны. Во всяком случае, возложена персональная ответственность на тех руководителей, которые будут возглавлять эти детские учреждения. И чтобы не было таких отступных мер в обратную сторону, что не подготовлен объект, и вот сейчас, на данном этапе, надо опять принимать закрытие этого учреждения, все это озвучено, премьер-министром. Я думаю, что понято руководителем. Кроме отраслевых министров, мнение руководителей районов, городов, руководителей на местах, оно учитывается? Они в этой работе принимают участие? Ну, пока что мы собирались на тесной площадке. Я бы хотел обратить ваше внимание, Владимир Владимирович, обязательно, чтобы руководители районов и городов в этой работе были задействованы. Потому что они будут тоже нести определенную ответственность. Продолжение следует... Проблема с рецептами. Продолжение следует... и у вас храма джан шопу шизбу эти кшай искусна хакимцев норацевина шалагар яшу кодхас куяна а бризики из слумхау, а бризики холопшу а брия кунагог ах шомана, пызлар джома, ашора шага парома а бризики чканьях азару кусами, анцхара, анлару арии тхуп, хацгалара, а брия тхупа джебаа бера а бризики, а брауз хагала умата бора шара шок из дху айхарад а брия тхуп, а а район пызакалаг пар хадара а бас шикари бет анна аус фиуру амц хора амлару якад хакула забкарам агзазару, як шверзе амтоо як шея ларга забкарапа а бобаратанин кулат ху Вопрос сохранения учебного года, он, безусловно, важен. Мы в полной мере даем себе отчет, насколько по этому поводу переживают родители, сами учителя. Многие готовятся к этому несколько лет, вступительные экзамены, люди, которые хотят получить дальше образование. Конечно, эта проблема внесет коллективы, но мы услышали то, о чем говорят отраслевые министры, эти проблемы будем решать. В пользу случая обращаюсь к нашим гражданам. Здоровье – это все-таки приоритет номер один. Поэтому те рекомендации, которые будут высказаны, те рекомендации, которые будут выработаны, просил бы, чтобы родители помогли нам в их соблюдении. Это очень важно. Мы можем получить хороший результат, работая вместе и сообща над этой проблемой. Завершая обсуждение первого блока вопросов, значит, на этой неделе вы проводите совещание, о котором вы сказали. Потом вы проводите заседание традиционного штаба по противодействию ковиду. И к 10 числу мы уже имеем проект указа и указ, который будет реализован. Я правильно все понимаю? То есть итог обсуждения сводится к этим мероприятиям. Мы предварительно перед заседанием оперативного штаба проведем предварительное совещание. Соберем мнение, соберем экспертов, выслушаем районы и после этого только их будем обсуждать на координационном штабе и потом вам предложим на рассмотрение. Вот подскажите, если мне не изменяет память, в 2020 году был проведен чемпионат Абхазии по футболу, а он не проводился в 19-м году. Он не проводился, он последние годы не проводился. Причины, наверное, объективные в этом смысле, но в 2020 году он был проведен. Финансовое обеспечение осуществлялось за счет ваших отдельных поручений. Пожалуйста, озвучьте цифры. Исполнение бюджета у нас 93%, я так понимаю, да? По доходам. По доходам. Вот запланировано, 93%. Не добрали мы сколько в абсолютных цифрах? 739 миллионов рублей в бюджетную систему недополучено. Недополучено. Это какие деньги недополучены? Это собственная доходная часть бюджета или то, что мы ожидали получить из Российской Федерации? 739 миллионов рублей характеризуется не поступлением в бюджетную систему, а, разумеется, собственных доходов. Большая часть, которая составляет налоговые доходы, из которых налог на добавленную стоимость 258 миллионов рублей. Финансовая помощь Российской Федерации в 2020 году прогнозировалась в объеме 4 миллиарда 500 миллионов рублей, которая поступила в полном объеме своевременно. Понятно. То есть 739 миллионов рублей мы недобрали у себя здесь на территории. Понятно. Что касается приоритетности расходования бюджетных средств как вынужденная мера, мы это будем поддерживать, потому что альтернативы этому подходу нет. Просил бы ваше внимание обратить на следующее. Это касается всех членов правительства. На этом этапе, пока еще бюджет не принят, необходимо работать с парламентом, с тем, чтобы в ближайшее время бюджет все-таки был принят. Это главный финансовый документ года. И совместная работа с парламентом в этом ключе имеет принципиальное значение. У нас есть проблема, и мы решили ее здесь обсудить. О пенсионных выплатах гражданам Республики Абхазия, о порядке выплат российских пенсий гражданам Республики Абхазия. Министр соцобеспечения Аджба. В настоящее время государственная пенсионная система Республики Абхазия, оставшаяся со времен бывшего СССР, устарела и нуждается в необходимости кардинального реформирования. Вот вы сказали, необходима пенсионная реформа. Значит, вместе с проектом подготовьте пакет предложений, в которых будут и эти законопроекты, возможно, их там не будет, будут какие-то другие. Все ясно. То, что реформа нужна, это понятно. Можно эту тему опустить. Дальше. О конкретных проблемах текущих. У нас есть задолженность, у нас были проблемы с выплатами, с физической доставкой пенсии получателями. Сейчас мы обсуждаем такие проблемы. Глобальные вопросы, вопросы реформирования. Все эти вопросы будете обсуждать на уровне правительства, будете готовить предложения. Есть специальная рабочая группа под руководством вице-президента. По состоянию на 1 января 2021 года за период с 2015 года установлено переплату по 70-40 пенсионным делам на общую сумму более 17,5 миллионов рублей. Анализ показан. Скажите мне, 17 миллионов рублей это деньги, которые фактически были незаконно получены. Я правильно понимаю? Какие меры можно было бы предпринять, чтобы впредь избежать повторения таких случаев? Вот что надо в этом ключе сделать? То, что пенсионная реформа мы так четко написали, что надо, это хорошо. А вот эту проблему как можно решить? Проблема это связана со своевременной регистрацией факта смерти гражданина. Факт смерти гражданина, я так понимаю, к этому имеют отношение ЗАГСы, Медюсты. А как эту цепочку увязать, чтобы у нас ничего не выпадало из этой цепочки? Что для этого нужно сделать? Или это невозможно? Мы всегда будем рисковать и будем жить с этим. Вот почему вы перестали платить на карточки, что вас вынудило выдавать деньги непосредственно? Именно вот эта причина? Нет, это не... Ну, раньше деньги поступали на карты, правильно я понимаю, да? Сейчас на карты не поступают, не поступают. Сейчас тоже на карты поступают, но выплаты снять в банкоматах не могут граждане. Сейчас тоже вот на картах поступают, но это механизм подробнее, наверное, расскажет председатель Национального банка, как это происходит. Мы, скажите, вот эти 17 миллионов рублей с 2015 года по 1 января 2021 года незаконно эти деньги получены, правильно, да? Мы в январе этого года, в феврале, а сегодня третий, этой проблемой заслон смогли поставить или она все еще? Да, поставили заслон. Я вот скажу, что вот за период после 1 августа 2020 года, когда выплата уже началась непосредственно пенсионеру или его доверенному лицу, у нас всего один случай установлен в размере одной суммы, одной пенсии, 13 тысяч рублей всего лишь, и при этом доверенное лицо установлено и ведется разъяснительная работа по возврату этих средств. Руслан Таифович, что вот раньше получали обезличенно по карте, снимали деньги, это мог сделать родственник умершего. Сейчас такой возможности нет. Человек должен прийти сам получить или человек должен дать кому-то доверенность, и кто-то должен прийти от его имени, так? Вот эта мера помогает, да? Ну, в данном случае помогает. В данном случае. Эта же мера, с одной стороны, вызывает, скажем так, некое неудовольствие со стороны граждан. Я так понимаю, да? Тогда надо гражданам объяснить, почему мы вынуждены были так поступить. Еще какую-то меру мы приняли в плане продействия этой проблемы? Мы не разу встречались и в администрации президента, и в кабинете министра собирались, и с главами администрации, и с представителями ЗАГСов, со всеми лицами, которые заинтересованы и занимаются этими вопросами, но, к сожалению, вопрос на сегодняшний день не решен. Я так вас понимаю, мы вынуждены поступать таким образом, для того, чтобы сохранить деньги всем остальным пенсионерам, для того, чтобы Российская Федерация не прекратила платежи. Я так понимаю, я правильно понимаю, да? Потому что эти 17 миллионов – это проблема, которая между нами возникла, из-за тех людей, которые незаконно все это снимали. Это надо людям объяснить, почему мы вынуждены действовать в таком ключе. Денис, вы сколько времени работаете в пенсионном фонде? С 2016 года. С 2016 года? Конечно, нет. Веслан, Парателли, вы сколько лет банком руководите? Сколько? Шесть лет. Шесть лет. Аджа, где? Вы в качестве министра сколько лет трудитесь? С 2016 года. С 2016 года. Люди, вы опытные. А вы не видели, что такая проблема нарастает? Если бы кого-то из вас перевели из отрасли, которая не имеет отношения к этой проблеме, нам нужно полгода, год для того, чтобы вникнуть. Вы разве не знали о том, что подворовывают? Это первое. Второе. Но если бы проблема обострилась в августе прошлого года, для того, чтобы прийти к тому решению, которое вы сейчас озвучили, о том, чтобы выдавали хотя бы абхазскую часть пенсии, для чего потребовалось вам шесть месяцев? Зачем? Так много для принятия такого очевидного решения. Никакие нормативные акты по этому поводу вроде бы как принимать не надо, в парламент ходить не надо. Почему с таким решением затягиваем? В чем причина? Кто из вас ответил? Я могу сказать по-своему, что мы не запрещали. В принципе, пенсионный фонд финансирует формированием расчет заявок у нас занимаются районные отделы социального обеспечения. И мы переводим финансируемые на их счета суммы, которые нам ежемесячно предоставляют расчет заявки. Я хотел бы вас проинформировать. Вы в ваши обязанности входят безусловно работать по формированию пенсионного фонда, по выдаче. Ну и еще это ваша тема, чтобы эти деньги доставались в нужное время, обозначенное нашим пенсионерам. Это та отрасль, в которой вы работаете. Она состоит из разных направлений, но я сейчас говорю об одной теме выдачи. То, что вы сказали, если это правда, если можно, скажем так, брать на вооружение, что бы в августе месяце вы думали о таком решении, почему не сразу такое решение вынести? Это нехорошо. Или ждали, что в правительстве кто-то примет такое решение. Не хотели брать на себя ответственность, растерялись. Что произошло? Значит, будете работать быстро и оперативно, круглосуточно, особенно когда возникают проблемные моменты. Будете на себя брать решение этих проблем. Понятно, товарищи министры и руководители? Все ясно, да? Тем более вот такие проблемы, которые быстро можно решить. А что будет, если вы столкнетесь с другими, более сложными проблемами? По желтой карточке каждый из вас имеет. Ясно все? Почему такие опытные руководители узнали о том, что такая возможность есть по прошествии шести месяцев? Мы здесь внутри эти риски можем взять на себя. Когда речь идет о том, что похищают деньги, которые поступают с Российской Федерации, там другая история, другая подоплека. Если все взвесить и посмотреть, где плюсы и минусы. Это вопросы к вам, ко всем. И к тебе, и к миссионному фонду, и к министру соцсообеспечения, и к министру юстиции, и к министру внутренних дел, и к курирующему вице-премьеру. Собрать, наладить работу. Не будут справляться? Ясно, что делать дальше. Это не тот вопрос, не та проблема, в которой можно так долго разговаривать. Просто расслабились до невозможности. Вот что происходит. Вопрос к вам и поручение тоже будет в ваш адрес. Структурное подразделение или подведомственное подразделение ваше Черноморг-Энерго. Я думаю, что вы работаете слаженно и понимаете друг друга. Вопрос такой. Какое количество юридических и физических лиц получили технические условия? На подключение электрических мощностей. Знаю, что обращений было много. И более того, прорабатывались вопросы о возможном предоставлении соответствующих предписаний для выполнения технических условий там, где это возможно. Насколько мне известно, по-моему, только одному было выдано соответствующее техническое условие. То есть, предвосхищая развитие событий, необходимо сделать акцент на то, что никто никому не давал права заниматься этим видом деятельности без соблюдения соответствующих условий, требований и правил, которые определены соответствующими документами. Потому что кто-нибудь получил технические условия из юридических и физических лиц. Значит, это очень важно, потому что мы пытаемся идти по правовому, поэтому не исключено, что будут какие-то иски. Будут люди обращаться в суд. И если постановление, которое принято Кабинетом министров не учло в этом постановлении, если не учтены все аспекты, то это может иметь финансовые последствия. И это справедливо постановку РООС. Вопрос у меня такой, если у вас есть такие данные. Какое количество дел об административных правонарушениях заведено? За незаконное подключение и так далее. Кто на этот вопрос может ответить? Сколько актов составлено? За прошлый год по согласительной оборудованию, после оборудования, штатиста, составлено более 700 актов. За незаконное подключение в России, чем он, наверное, по их линице, это кажется более 700. 700 актов. Эти акты переданы кому? По закону мы эти акты должны передать непосредственному нарушителю, он должен, кстати, так, пригодить нарушения в случае, если он выполняет требования, которые он подъявляет, мы имеем право лишнего отрезать. Мы довольны совместную работу с административным надзором, когда взводственные нарушения не отличаются в сети, повторные подключения существуют, мы перебираем в документы и мы будем работать в соответствии с административным надзором. Всем понимаю, вы составили акт о незаконном подключении и потреблении. Если мне память не изменяет, у нас 96-я статья административного кодекса мера административной ответственности за правонарушение, за самовольное подключение к аналитическим сетям. На граждан это 1800-2400 рублей. Должностные лица от 3400-4800. И на юридические лица до 9000 рублей. Вы составили акт. И что вы дальше с ним делаете? Куда вы этот документ отправляете? Кому? Что с этим документом происходит? Мы составляем этот акт, прорабатывая голосонарушительность по числовскому нарушению и мы его переплетаем в документах актов. Сколько таких актов были приняты в вебинарной анзором? К сожалению, статистка за прошлый год не точная, но не любят. С начала этого года более 500 актов было составлять. Хорошо. Как сложилась судьба этих актов? Какие меры были приняты? Сколько дел об административных правонарушениях заведено в наших судах? Кто на этот вопрос может ответить? Это не ваше компетенция. Рассматривать судебный вопрос не ваша компетенция, а прослеживать судьбу ваших актов – это ваша компетенция. Надо спросить, куда это вы направили? Вы на органадзор? Мы на органадзор выезжаем, 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 выезжаем в Великопольске, мы на органадзором, мы соответственно с представителями Черноморода, мы выезжаем на мероприятия по отключению в законодательных правонарушений. А совместно с силовыми, с культурами, но законодательством, но в защите права, выезжаем в Великопольске. Понимаете, я согласен, что и плановые, и неплановые правонарушения должно быть за распоряжением. Когда мы представили, мы с силовыми скультурами езжали, начинали с фитера, мы не знаем, какой район едут, по какому адресу. И на тот момент писать и протоколы, и восстановление наложения штрафов не было возможности. То есть у нас не было распоряжения законного восстановления. А кто был вам патентурую такого распоряжения? Распоряжение, мы должны знать, по какому адресу вы видите, кто юридическое лицо. Объяснил Аслан Георгиевич. Кристина Константиновна, не выжил смысл в таком духе дальше разговаривать. Завтра распоряжение, в известной степени заполненное, с пробелами, нужное количество. Ребятки, с огнем играйте. Я вас быстро научу, как составить распоряжение, если даже вы не знаете адрес, куда вы едете. Эту работу берете на контроль. Доводите все до логического конца. Стыкуете все узлы и агрегаты, чтобы механизм работал. До понедельника, чтобы я все знал, что там у них, почему актов нет. Это попахивает сговором. Это так называется на языке специалистов. Поэтому дальше так работать не будем. Надо быть неизвестно, дела в суд должны быть переданы, исходя из тех правил, которые сегодня работают. Кстати, парламент в первом чтении принял наши законопроекты, но по существующим даже нормам мы не дорабатываем. Значит, надо будет дорабатывать. Значит, решение ДНР здесь не из главных делов АСЛ, а сказали, что мы не в Сукульском приеме. А это значит, что эта работа должна быть продолжена. Уважаемые коллеги, я очень вас всех уважаю. Пожалуй, ничего нового не скажу. Вот эти вот графики, в соответствии с которым суточное потребление, это то, над чем мы будем работать дальше. Будем принимать самые настоящие жесткие адекватные меры. Мы никого в этом вопросе не собираемся ни покрывать, ни жалеть. Не будет этих нормативов, которые вы мне указали, значит, работать будут другие люди. Три человека сегодня не работают, правильно? Но при этом есть определенное снижение. Более или менее обозначилась тенденция. Спасибо тем добросовестным работникам, благодаря которым это произошло. Никаких послаблений быть не должно. В ферму, в которой были отключены, я проезжал по Чемчеве, написано «Петров, 5 мегаватт». Такой документ не годится. Петров, адрес, где эта ферма находится. Установочные данные Петрова. Потом данные о том, как Петров завезает. Таможню возьмете на Петрова. Законно их завезли или нет. Уплатил он за это что-то или нет. Работу будете продолжать в таком же режиме. На следующей неделе глава администрации и ее премьера выезжали в район. На следующей неделе надо поехать. Базар, Зарабович, вам, Беслан Циборович, вы район выберете сами, проедете неожиданно. Посмотрите, что там делается. И так до тех пор, пока эта тенденция не станет закономерностью. Ясно все? О ходе реализации инвест-программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы. Вопросы я здесь вам сказал, обозначил четко документ мне. Кто имеет? Я немножко вынужден вернуться назад, чтобы завершить эту тему. Кого подключили? У кого есть технические условия? Чтобы не было лишних разговоров. Сегодня была неплохая попытка разъяснить людям, о чем, что прописано в этих постановлениях. Кстати, попросил бы вас, присутствующих, всех эти постановления хорошенечко выучить. Потом с каждым из вас или с кем-то в отдельности я содержание этих документов буду обсуждать. У нас находятся руководители, которые детально не прочитали и говорят, разрешили же всем. Не так. Не всем разрешили. А разрешили на определенных условиях. Я такие разговоры слышал. Всем разрешили. Надо почитать. Я эти документы с собой ношу и выписки сделал не потому, что мне нечего делать. Потому что эти документы регулируют очень важный участок нашей деятельности. И потому как решения здесь принимаются, складываются отношения к нам и населению. Всем руководителям хорошенечко эти документы изучить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!